Слайд 1.120. Вы наблюдаете на фотографии на новом клиническом примере измерение парадонтальных показателей. Также обращу Ваше внимание на то, насколько мелкое преддверие полости рта и выраженность листом мышечных чижей и высокое прикрепление. На слайде Вы наблюдаете продолжение диагностической парадонтальной карты, измерение расстояния между режущим краем и десной. На этом слайде я бы хотела обратить Ваше внимание, здесь очень хорошо видно, насколько тонкий биотип в области самих рецессий и отсутствие полной, конечно, прикрепленной десны, очень осложняет клиническую ситуацию в области этих зубов. Итак, мы наблюдаем проведение разреза по муко-генгивальной границе. Обратите внимание, что он не ниже выполняется, не по дну преддверия, а именно по муко-генгивальной границе. Проведен разрез и мы начинаем его продлевать до исключения натяжения в сторону клыков с обеих сторон. Подготовлено принимающее ложе. Этап обработки поверхности корней. В данном случае фотография демонстрирует нанесение гелия ДТА 17% на поверхность корня экспозиция 2 минуты. На картине мы видим экспозированный гель на поверхности корней зубов для удаления дебуферации импрегнированного от бесклеточного дентина. Также мы хорошо видим здесь подготовленное принимающее ложе. Обратите внимание, оно депетализировано. Везде сохранена надкосница и соединительные тканые волокна. На картине мы видим экспозированный гель. На поверхности корней зубов для удаления дебуферации импрегнированного от бесклеточного дентина. Также мы хорошо видим здесь подготовленное принимающее ложе. Обратите внимание, оно депетализировано. Везде сохранена надкосница и соединительные тканые волокна. На данном слайде мы также и отыщем процесс обработки поверхности корня. Очень хорошо видно, что как иссечены слизистомышечные тяжи. То есть они не просто отслойны, они отсечены и иссечены в области уздечки нижней губы. На слайде можем увидеть, как зоноспецифические кюлеты мы обрабатываем после нанесения ДТА поверхность корней. И вот очень хорошо видно зоны импрегнированного дентина. Вот эти вот желтые пятна при макросъемке очень хорошо видны на поверхности корня в области бесклеточного цемента. Также удаление импрегнированного дентина. Зоноспецифические кюлеты и грейси. Забранный свободный нижневой трансплантат максимальный по длине для того, чтобы избежать количества мертвых зон. Я прошу обратить ваше внимание, что трансплантат длиной 25 мм. Это, конечно, очень такой приличный трансплантат. Он демонстрирует фиксацию трансплантата. Обратите внимание, что здесь трансплантат зафиксирован в межзубных контактах простыми узловыми швами к сосочкам. Крестообразными прижимающими швами каждый зуб, зафиксирован трансплантат в области каждого зуба. И позиционированный трансплантат не так высоко, как, может быть, хотелось бы, чтобы сразу закрыть все рецессии. Наша задача здесь все-таки больше вести булопластика. Я вам советую не увлекаться высотой, иначе он просто умрет, потому что поверхность мертвой зоны увеличивается в этом случае. А тут уже есть проблемы и с сосочками, и с питанием. Поэтому желательно все-таки не увлекаться таким высоким его фиксацией трансплантат, чтобы 100% зажили все рецессии и заросли. Здесь тоже мы видим зафиксированный трансплантат, зону операции. Ну и очень наглядно видно, что рана на самом деле не глубокая. Она вполне быстро очень эпидемизируется. Крестообразные швы прижимающие тоже хорошо здесь видно. Эта методика родилась в Чехии. Был такой профессор Ацки, который в 1985 году предложил при одиночных рецессиях, незначительных каких-то поражениях, но при сложностях, например, когда не провести корональное перемещение. Например, вот как нарисовано на рисунке, когда у вас с одной стороны нет межзубного сосочка, понятно, что лоскут корональный смещать будет не к чему, не к чему, нечего будет сопоставлять. И в таком случае, чтобы все-таки помочь пациенту, вот был предложен такой прообраз туннельной техники, я бы сказала, все-таки это вот такой был первый шаг в сторону туннельной методики. Это карман-конверт Ацки. Выполняется он достаточно просто. Остальмологическим лезвиям или лезвий Ц-15 или обоюдоострым отслаивается, рассекается десна выше зенитой рецессии и аппроксимально создается такое расщепленное пространство. Туда устанавливают забранный свободный десневый депатализированный трансплантат швами на вожах, которые мы уже разбирали. И в общем делают прижимающий один шовчик крестообразный вертикальный. И собственно все это несложно. Работа мануальная. Самое главное это очень аккуратно расщепить вот эту вот поверхность. Можно туннельными распаторами пользоваться. Там ничего такого, но вот этот метод он дает потом на будущее залог очень многих операций, модификаций, всего-всего-всего остального. Это очень полезный навык, очень полезная методика. Также в зоне переимплантной можно использовать такой же метод. Тоже очень актуален. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...